Сфера туризма уже пережила наиболее турбулентные времена и сохранит позитивную динамику в следующем году, считают эксперты. Мировые таблоиды подводят итоги года, рассказывают о своих фаворитах и делают прогнозы на 2023. Какие направления окажутся наиболее востребованными в следующем году, расскажем в международном обзоре. Свой топ событий в мире туризма приводит издание Associated Press. Первая локация в подборке – Харбинский фестиваль льда и снега. Он прошел в Китае в начале этого года параллельно с зимними Олимпийскими играми. Для создания 65 сцен потребовалось больше 230 тысяч кубометров льда и снега. Запомнился журналистам и уникальный стеклянный мост, открытый в Грузии над каньоном Дажбаши. Его длина – 240 метров. Отметило издание и спрос на экотуризм. Сафари на верблюдах стали новейшим экологически чистым способом увидеть дикую природу в национальных парках Кении. Это приближает природу к нам, а нас к природе. Чем ближе вы к природе, тем больше вы ее понимаете, тем больше она вам нравится, и тем меньше вероятности того, что вы захотите нанести ей вред. В этом году туризм начал возвращаться к жизни благодаря отмене коронавирусных ограничений. Однако развитие сферы застопорилось из-за геополитической напряженности и ускорения инфляции. При этом эксперты уверены, в следующем году сфера сможет сохранить позитивную динамику. Прогнозы Economist Intelligence Unit предполагают, что рост туристического рынка в следующем году составит 30%. Однако на фоне взрывного роста в прошлом, когда в большинстве стран туризм показал динамику в 60%, эта цифра уже не кажется солидной. Очевидно, что туристический сектор снова активизировался. Он в какой-то степени нормализовался, но с некоторыми дифференцированными элементами. Мне кажется, люди начали выбирать то, что поближе к дому. Радует то, что они хотят путешествовать. Американцы уже на чемоданах. Об этом свидетельствуют их поисковые запросы. В декабре жители США гуглили перелеты гораздо чаще, чем в прошлом году. На 31% больше. Особый интерес у населения Америки вызывает азиатско-тихоокеанское направление. Хотя и Европа не теряет популярности. Согласно данным Google Flights, основные европейские хабы были одними из самых популярных в этом году до конца сентября. В рейтинге уверенно лидировал Лондон. Популярны также Рим, Лиссабон и Париж. Теперь география смещается. У международного туроператора G-Adventures на 2023 год продажи выросли больше всего по таким направлениям, как Япония, Таиланд и Вьетнам. В ноябре спрос превысил до пандемийные показатели. Мировые издания предлагают свои подборки топа зарубежных направлений на следующий год. Интересную подборку представила немецкая Дочевелли, где есть малоизвестные города. Румынская Тимишуара, столица Ганы Акра и Бутан, буддийское королевство в Азии. А вот некоторые американские издания поделились своими фаворитами еще месяц назад. Согласно подборке American Express Travel, больше всего путешественников привлекут колоритные Португалия и Мексика. В топ-10 также вошли Копенгаген, американские Флорида и Вермонт, Париж, австралийский Сидней, а также острова Фиджи. К слову, в рейтинге есть и безвизовый для казахстанцев турецкий Стамбул. А также Черногория, которая ежегодно отменяет необходимость разрешительного документа для граждан нашей страны в разгар турсезона. К большому турпотоку в следующем году готовится Узбекистан. В профильном ведомстве страны заявили, что планируют принять 7 миллионов иностранных и 12 миллионов внутренних туристов. Правда, каким образом будут их привлекать, в министерстве не уточнили. Для сравнения, в этом году в страну приехали 4,5 миллиона путешественников из-за рубежа.